Певица Манижа представит Россию на международном конкурсе Евровидения, который состоится в мае 2021 года в голландском городе Роттердам. Она исполнит песню Russian Woman. Об этом стало известно после народного голосования, которое снова состоялось на российском телевидении, впервые с 2012 года. Проголосовать зрители могли с помощью SMS-сообщений только один раз с каждого телефонного номера. После подсчета зрительских голосов первое место заняла 29-летняя Манижа, исполняющая соул, рок и этнофолк. Ее конкурсная песня «Русская женщина» — зажигательная, куражная, с использованием ритмики хип-хопа, но еще в большей степени русской народной танцевальной музыки. Наверняка кто-то из зрителей пустился в пляс еще во время голосования. Да и припев в ней задорные фразы текста сочные, порой подходящие для мемов. Сама Манижа рассказала, что русский язык ей пришлось учить с нуля. Ее семья — беженцы из Таджикистана. Но по-русски артистка давно уже говорит без акцента. И конечно, она очень музыкальна, талантлива, артистична. Задора, обаяния и чувства юмора Манижа не занимать. Сценический опыт у этой исполнительницы и автора песен также отменный, она выходила на сцену с музыкантами Би-2. Именно ее они пригласили для участия в проекте Куртки Кобейна, концертная премьера которого состоялась в 2020 году. В номере для Евровидения Манижа пела частично на английском, но в основном на русском. И это тоже тренд конкурса, включать в песни традиции музыкальной культуры своей страны, а текст или хотя бы часть его исполнять на родном языке. Английского на Евровидении и так очень много, но зрителям уже хочется больше узнавать и о других странах. Соперниками Манижи были Антон Беляев и дуэт Две Маши, известные по хиту Басая. Обе песни стильные, интересные, но справедливо, что победила Манижа ее столь удачно подходящие для конкурса, позитивная и драйвовая, с использованием российских народных и вокальных традиций песни. Манижа заявила, что песня «Русская женщина», с которой она выступит от России на конкурсе Евровидения в Роттердаме, поведает о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. Подписавшись на канал, следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий. Субтитры сделал DimaTorzok